В городе Нарофоминск произошло скандальное ДТП с участием сына миллионера Сергея Калиберды. Молодой человек сбил насмерть двух пешеходов, после чего, не останавливаясь, попытался скрыться с места происшествия. Родственники и друзья погибших пытаются придать дело огласке, чтобы виновный не избежал положенного наказания. 6 ноября в городе Нарофоминск на пешеходном переходе на огромной скорости была сбита насмерть влюбленная пара. 19-летняя Анастасия Жарченко и 22-летний Даниил Сократов. Их убитые горем родственники не услышали даже минимальных соболезнований и извинений от виновника аварии и его семьи. За рулем иномарки находился 26-летний Виталий Калиберда, сын миллионера Сергея Калиберды. Водитель не только не затормозил, но и почти 200 метров протащил пешеходов по дороге. Другие участники дорожного движения бросились за ним в погоню и заблокировали дорогу. Они оставались рядом с машиной Кадиллак до тех пор, пока не приехали сотрудники полиции. По словам неравнодушных свидетелей, так они хотели убедиться в том, что лихача точно доставят в отделение полиции, а не домой с фанфарами. Анастасия Жарченко скончалась на месте, Даниил Сократов по дороге в больницу. По словам врачей, у молодых людей не было ни единого шанса остаться в живых, полученные травмы были слишком серьезными. По результатам медицинского освидетельствования, в момент совершения аварии Виталий Калиберда находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в правоохранительных органах, только за 2020 год его около 300 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Вероятно, что с помощью взяток и связей отца он уходил от более серьезного наказания. Жители Нарафаминска решили бороться с несправедливостью до конца. Они активно придают дело огласке в социальных сетях. Но в последнее время в пабликах идет явная чистка всей информации о Виталии Калиберде. Как считают родственники, его пытаются выгородить. Сына миллионера даже не взяли под стражу, а он реально может сбежать. Если бы на его месте был другой человек, с простым отцом он бы уже сидел. Плюс ко всему все прекрасно помнят, чем закончилось дело Влада Бахова. Об этом будет скоро видео на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.